Приветствую вас. Давайте разберём ваш вопрос. Я не прошу денег у своего жениха, сама зарабатывает раньше на себя, он их мне не даёт. Я не умею просить денег у своего мужчины, никогда не просила. Как надо правильно просить денег? Я не думаю, что есть какой-то способ правильно просить, потому что у всех своё видение того, как правильно и... Вообще само слово правильно предполагает какую-то единую форму для этого. Именно вот какую-то единую форму. Мне кажется, что это не есть хорошо. Я также думаю, что не есть хорошо, когда вы просите деньги. Потому что здесь в этом случае происходит именно акцент на деньгах. Я не думаю, что акцент на деньгах это что-то хорошее. Вот. При условии, конечно, если вы не выстраиваете своё взаимодействие именно и только на деньгах. Вот. Я думаю, что имеет смысл говорить о ваших потребностях, вот, о том, допустим, о том, чего бы вы хотели, например. Вот. Вот. И я думаю, что вот это как раз могло бы быть куда более интересно, скажем так. То есть если вы говорите о том, что вам хочется, например. Вот. Вот. Если вы говорите о том, что вам хочется, там, того-то, 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 например. Да? Вот. Я думаю, что это куда более такой, ну, позитивный способ обратиться с вашими потребностями, чем делать какой-то такой, может быть, ну, фиксатор, да? На деньгах. Да, вот. То есть мне кажется, мне кажется, повторюсь, да, мне так видится, что это, ну, могло бы быть более правильным, что ли. Вот. Вот. Если вы именно, именно, вот, говорите о том, что вам нужно. Другой вопрос. Другой вопрос. Если вам это делать по той или иной причине тяжело. Вот. То есть если вы как-то вот, может быть, стыдитесь, да, может быть, стесняетесь, может быть, испытываете, там, не знаю, неловкость какую-то, да, дискомфорт, вот. А вот этот момент, если вы испытываете дискомфорт, этот момент, конечно, требуется корректировать. Потому что тут получается история о том, что вы стыдитесь своих желаний, вот. Может быть, боитесь быть слабой, вот. А может быть, есть ещё какие-то нюансы, вот, типа того, что боитесь быть, например, должной, да, и так далее. Вот. То есть это запрос какого-то страха, вот, стыда и так далее. Вот. Вполне возможно, ну, вполне может быть такая история, да, вполне реально, такая история, что вам просто хочется какого-то, ну, внимания, да, от своего мужчины. Вот. И это вполне естественно, если вы хотите внимания от своего мужчины, вот. Вопрос-то в том, опять же, что дело здесь, я бы не сказал, что прямо в деньгах, вот. Я бы сказал, что дело здесь именно в характере, в характере вашего взаимодействия друг с другом. Вот. То есть дело здесь именно в том, как вы взаимодействуете друг с другом. Вот. Что вас объединяет, как вы воспринимаете друг друга, ну и так далее. Вот. А уже из этого вытекает, в общем-то, всё остальное, связанное с, в том числе, деньгами, да, связанное в том числе с тем, кто что, кто что для кого делает и так далее. Вот. Конечно, ситуация осложняется тем, что вы начали выстраивать свои отношения. Таким образом, что человек не давал вам денег. И это, безусловно, является таким фактором, который ограничивает. Вот. Потому что мужчина не привык. Вот. И может быть, ну, в целом, вы выбрали такого человека, который не особо-то сторонник того, чтобы давать деньги. Поэтому это тоже нужно учитывать. Я думаю, что если в начале вас устраивало, что он вам не даёт денег сейчас, то, что он вас перестал это устраивать, нужно смотреть на то, в общем-то, что изменилось, что поменялось. Вот. И что поменялось, то, в том числе и вас. Вот. Что изменилось в вас, в том числе. Как вы пришли, например, к тому, что теперь вам получается мало. Ну, мало того, что вы просто встречаетесь, что теперь вам хочется чего-то большего. Но это очень важный момент, и это нужно выяснить, а далее корректно донести человеку. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь. По моему ответу, да, позволит вам начать над собой работу. Ну что, желаю вам всего самого доброго.